Здравствуйте! Наверное, уже все, кто задерживался, тянулись, так что можно начинать. Ну, вначале, значит, разрешите вас поздравить с днём рождения Владимира Чаленина. По идее, вот сегодня у нас всероссийский субботник, я вообще-то должен был бы выступать бесплатно. Я как-то, если бы заранее просто знал, в смысле вспомнил, что это день субботник, я бы, конечно, на другую дату выбрал. Чтобы бескорыстная любовь к деньгам не позволяет. Ну, так, по концерту, я думаю, сделаем два отделения по частям, с перерывчиком, с таким небольшим, минут 20. А потом, кому надоест и кто на транспорт опаздывает, уйдёт. А у нас будет такая коротенькая ещё часть для фанатов, если кому-то надо будет что-то на заказ исполнить. Договорились? Ой, извините за слово «фанаты», я его не люблю, а тут как-то вырвалось. Ну, ладно, начнём. С визитной карточки, про самолёты. Про самолёты. Мы по небу, но мы ночью, а такая вот работа. Пусть не плачет, но завидует нам тот, кто не летает. Потому что мы летаем на красивых самолётах, вот так правильно. Потому что мы летаем на красивых самолётах, потому что мы летаем на красивых самолётах. И, поверьте, красоту нельзя отнять самолёты. Даже если совершенно непривычный цвет закрасить. Вы, поверьте, красоту нельзя отнять самолёты. Даже если цвет зелёного дорожка разокрасить. И не важно, туполь «Боинг» или аэрбаз трёхсотый. Посмотрите, как он рулит по перу, но как взлетает. И поймёт он, не бывает некрасивых самолётов. Потому что некрасивых самолётов не бывает. Для хорошего, добавляем он отлично. У вас есть второе, чтобы не было больное. И, поверьте, красоту нельзя отТы! Олег нас есть маленький и тяжёлый! Ут И, поверьте, красоты можно Time. И га-базн. И вот их чуть-ча, прореза. Адраж. Их-пай. Их-пай. Эх-пай. Боинг-пай. Их-пай. Их-пай. Вы поймёте, не бывает некрасивых самолётов, Потому что некрасивых самолётов не бывает. 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 후 Белосиний Я caseи Мы снова отработали красиво. Училище, преподаватель физики Петр Петрович Иван говорит, а знаете, как свет в кинотеатре? Медленно гаснет. Как это делается? Сидит специально подготовленный человек и медленно-медленно вытягивает вилку из розетки. Я примерно так же медленно затихаю. Ну, что хочу сказать, постарался я в этот раз много новых песен, ну в смысле не новых по происхождению, а те, которые очень редко я пою, потому что из концерта в концерт практически пользуются спросом, можно сказать, одни и те же песни, а остальные как-то остаются неозвученными. Ну и я в этот раз решил разнообразить, потому что... Тоже так интереснее. Ну и второе, значит, в связи с тем, что у нас концерт происходит в апреле, это весна, поэтому здесь будут песни про весну, про любовь, про апрель, про март, ну и восемь до плана. Ну и следующие песни тоже отфигурируют. Этот самый месяц апреля была написана в апреле. Если б ты не была моей женой, если б не был я твоим мужем, Как страдал бы я, боже мой, от того, что тебе не нужен. Я не мог бы ни спать, ни есть, голова забита тобою, Счастлив от того, что ты есть, и несчастен тем, что ты не со мною. И месяц апреля не пел бы капелью, Ты только метель, но что ты будешь делать с этой метелью? Я бы к тебе подойти, не решился бы ни справа, ни слева. Кто я? Залурядный тип, а ты роскошна, как королева. То, что ты предо мной, в самом деле похоже на чудо. Ты посуду помой, а я пока воспевать тебя буду. И с неба звездой я пообещаю, И все, что смогу и найду, Я тебе одной всегда посвящаю. И с неба звездой я пообещаю, И все, что смогу и найду, Я тебе одной всегда посвящаю. Спасибо. Ну я думаю, что я один могу такое сказать своей жене. А песня появилась, да, в апреле. Я как раз ехал с рыбалки. Рыбалка этот, ну зимняя рыбалка, подлётная. В принципе, это для меня какой-то стимулятор к творчеству. Ни одна песня у меня придумана, значит, На рыбалке или по дороге с рыбалки. Поэтому следующая песня непосредственно про рыбалку и будет. Только тогда еще машины не было, Еще на электричке ездили. Мы стали за темно и с первой электричкой, Сюда доехали пешком пройти чуть-чуть, Ну берегись теперь и окунь, и плотовичка. Мы собираемся неплохо отдохнуть В порядке с Настей всех и моты свеженькой. А это чего над лункой славно и уже во власти Страсти мы и чувства нежные, Я замечаю, как рождаются в душе. Кто хоть однажды испытал, как дрогнет сердце, Когда над лункой изогнется вдруг его, Кто-то отыскать уже навряд ли сможет средство, Что-то рыбалки сможет вылечить, И его в порядке с Настей все и моты свеженькой. А это чего над лункой славно и уже во власти страсти мы, И чувства нежные, Я замечаю, как рождаются в душе. Какой был день, какое солнышко светило, И песня жаворонка синелелилась, Мы привезли с собой, и нам вполне хватило, Чтоб все нормально было, чтоб все было мастер. Мы получили удовольствия немало, И отдохнули исключительно душой, И если бы рыба хоть маленечко плевала, То это было просто слишком хорошо. В порядке с Настей все были и моты свеженькой, Ай, до чего над лункой славно и уже во власти страсти мы, И чувства нежные, Я замечаю, как рождаются в душе. Во власти страсти мы и чувства нежные, Я замечаю, как рождаются в душе. Я замечаю, как рождаются в душе. Спасибо. В самом начале, там было маленько по-другому, Там было забыты страсти все, И чувства нежные, я замечаю, как рождаются в душе. Но я потом подумал, что рыбалка это на самом деле такая страсть, Что ты вот сегодня целый день там продергал, Ничего не поймал, но уже думаешь, Как ты в следующий раз поедешь и обязательно поймаешь. Ну и продолжая тему, что рыбалка стимулирует творчество, У меня эта мелодия в голове крутилась уже давно, Я думаю, ну какая красивая мелодия, Надо, чтобы песня красивая была. И вот как-то я еду с рыбалки в электричке, Хоть жизнь зимней, мне приходят, Кто позвал тебя за горизонт. Так что эта песня, как я ее называю, Романс на производственную тему, красивая работа. Красивая работа. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Кто позвал тебя за горизонт. Кто тебе сказал, что тебе все это надо? Никакой бесспорный был резон, Рваться в небеса через все преграды. Просто даже в злое высота Слышится, понятно, как полета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вряд ли сможешь ты сам себе ответить строго. Кто из вас дорогу выбрал ты? Или же тебя выбрала дорога? Дорога Вечно в этом слове высота Будет неразгаданное что-то Субтитры создавал DimaTorzok Самая красивая работа Связана с желанием летать. Дорога Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вечно в этом слове высота Дорога Будет недосказанное что-то Самая красивая работа Связана с желанием летать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Я не знал о том, что можно заскучать По мелочам, обыкновенным мелочам По тем, что прежде никогда не замечал А вот сегодня от чего-то заскучал Я заскучал по скрипу снега под ногой По дыму в небе над соседской трубой И по стеклу окна в узоре ледяном И по теплу, когда с мороза входишь в дом Я заскучал по ожиданию весны Еще по шорохам, что в комнате слышны Когда порою мне не спится по ночам Я заскучал сегодня, крепко заскучал А в Машкаде теплый дождь в январе А потом вдруг мокрый снег не с того Все засыпал и отложен наш рейс И, скорее всего, отменят его А я опять сегодня видел во сне Пацанов своих и старый наш дом Ну и, конечно, заскучал по жене Это, видимо, иранский синдром Я потом, когда приеду домой Расскажу тебе, как жили мы тут Про персидский, про залив голубой Про сари, где апельсины растут Фотографии тебе покажу Где Машкад и наш отель Тургабе И про многое еще расскажу Если будет интересно тебе И про многое еще расскажу И знаю, будет интересно тебе Спасибо Там здесь такая строчка Я вот когда-то готовил песню Вот я и по стеклу одна в узоре на ином Да, сейчас пластиковая Уже мало кто знает, что такое Красивые узоры на стеклах морозных А дальше мы Песня будет из ушландского периода На самолете первоначального обучения Когда мы летали на самолете Як-18 Делал был в Хлебодаровке И вот как раз к концу полета Зарядил вот просто дождь Нижний край очень низкий Ну и очень много времени Много дней мы летать не могли Просто по погоде А там же после полета сразу отпуск И появилась такая песня Не спошли нам, Господи, летную погоду И туманы с тучами ветром разгони И не лей на головы дождевую воду Без тебя давно уже мокрые они Понимаешь же, Господи, с нашей работой У других романтики нам не занимать Только не должны стоять наши самолеты Только обязательно нужно нам летать В общем, не в романтике Даже не в романтике В общем-то и дело То есть и в романтике Но не в ней одной Просто Клеводаровка Всем осточертела Просто поскорее нам хочется домой Дома ждут любимые Жены, папы, мамы Но мы летаем здесь с горем пополам И необходимо нам вылетать в программу Прежде чем распустим всех с Богом по домам Но без погоды нам в небо не подняться А летать осталось-то уж совсем чуть-чуть Ну послушай, Господи, ну хватит издеваться Ты ведь всемогущий, так и милостивым будь Мы не просим многого Не привыкли с роду От тебя же нужно нам только одного Ну подари нам, Господи, летную погоду Чтобы мы летать могли И больше ничего Ну подари нам, Господи, летную погоду Чтобы мы летать могли Чтобы программы вылетали побыстрее И домой уехать пораньше и больше Абсолютно ничего АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слышу песню тоже из Курштанского периода Называется она «Ожаренные картошки» Или «История свидетеля, у которого я никогда не был Но мог бы быть На душе скребут когтями кошки Я стою, гляжу разину в рот А килограммы жареной картошки Улетают в мусоропровод Гражданин упитанный, надменный Не познавший вид на жизни суть Он продукт практически бесценный Отправляет в столь нелестный путь Да что ж ты делаешь, совесть неграма Ты ее, наверное, растерял И о продовольственной программе Ничего не слышал, не читал Да ну и что ж того, что ты наелся Пусть остынет, ведь можно ж разогреть Не наелся, парень ты, заелся И мне противно на тебя смотреть Каждый день питаешься со вкусом Без мучений, без страдания А мой друг Валера Костоусов Помер от недоедания А ему хватило бы немножко Чтобы до обеда дотянуть Сковородку жареной картошки С мясом и еще чего-нибудь Ты же, гад, отъелся на домашнем И не знаешь, что значит беда Ты тебя аж поди морщом вчерашним Не кормили дома никогда Вот тебя бы, парень, к нам в столовку Сразу все бы переоценил Если б месяц пожевал перловку И компоту нашего попил Ты пожил бы с нами хоть немножко И тогда уже наверняка Жареной выбросить картошку У тебя б не поднялась рука Спасибо Помнили, да, как была голова? Даша, мы договаривались с тобой, да? Это была голова Программа была Ну да Кто-нибудь помнит про продовольственную программу? Ну еще песня называется «Паруса» И тоже давно Пьем Паруса Ветру наполнять паруса Вера Наши силы множе Верно Каждый выберет сам Сможет Он или не сможет Верно Каждый выберет сам Сможет Он или не сможет Стоит Не бояться проблем Чтобы Становиться Сильнее А небо Помогает Лишь тем Сильным Кто решил, что сумеет А небо Помогает Лишь тем Сильным Кто решил, что сумеет Знаю Будет трудно не раз Только Я сумею, я знаю В жизни Все зависит от нас Если Мы за все отвечаем В жизни Все зависит от нас Тех, кто За все отвечает Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо 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 У нас Месяц апрель Характерен Большим количеством праздников Во-первых, день космонавтики Такой самый Основной Я уж про день рождения Владимира Чалина Так Мы уже про это говорили Да Ну и кроме того Очень много Дней рождения Дней рождения Дней рождения Да А в этом месяце Ну и первое Роковое хочу сказать В этом году Исполнилось 53 года уже Моему хорошему другу Паше Технику Он бывал в этом зале И поэтому Само собой Следующая песня будет про него То есть Не спеть было Нигаряму Эту песню написал Три года назад А в этот раз Я ему уже Строчку послал Годы птицы летят-летят Недавно было 30 А вот уже 50 Немножко не в рифму Зато точно У кого родной аэропорт А Паша Ап Вот так вот всегда будет А Павел Романович Техник наш И не задремал Дневную смену Отпахал И с нами Ночь летал Зовут все Грустным музыком Шутя Наш самолет И он порой капризный Сюрпризы выдает Но Паша Девушку пацан На Яке 18-м летать умеет сам И все за что б не взялся Он исполнит по уму В гостиницах И в Пулково На Кубе И в Крыму Паша Паша Кубица дым Всем кто рядом Спокойно с ним Паша рядом И в добрый час И все в порядке Всегда у нас За рулем на стоянку Мы сдадим наш самолет И повезет домой его УАЗик Патриот Там ждут жена любимая И дыринка верный кот На 28 правую Нам разрешен заход Годы птицы Летят, летят Недавно было 30 А вот уж 50 Годы мчатся Но это ничего Ведь если разобраться То 50 всего А Паша Паша Кубица дым Экипажем Спокойно с ним Паша рядом И в добрый час И в порядке Всегда матчасть Пам-па-рам-пам-пай-дам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай-падам-пай Один говорит, смотри, слова не это самое, не забывай, не дождетесь, еще такого не было у меня в концерте, чтобы я слова не забыл. Не, ну мы вот сидим как-то в такой домашней обстановке, я еще говорю, чем живой концерт отличается от записи на диске, тем, что ошибаешься, слова забываешь, сбиваешься, ну это как-то оживляет, иначе было бы скучно. Диск включил, там все четко, без задоринки. А Паша, он несколько лет назад, до этого уже два раза был в Крыму, и просто говорит, Крым это что-то супер, а мы как раз с женой в Крыму ни разу не были. И вот с его подачи, ну и там потом еще там звезды так сошлись, да, что, я говорю, слушай, вот у нас тут все совпадает, давай-ка в Крым съездим. Вот эта песня появилась как раз перед Крымом, то есть мы там еще не были. Ну что мы сидим, будто делать с тобою нам нечего, ну что мы глядим, так уныло с утра и до вечера, ну что мы грустим, будто нам с тобой сахаром не дали. Поехали в Крым, мы с тобой ни разу там не были. Поехали в Крым, ведь время летит, и никто нам не скажет, а сколько осталось нам до стылого ветра, до серого неба, до снега, до старости. Поехали в Крым, но я не хочу и не буду делиться с тобой усталостью. Поехали в Крым, там синее небо и черное море, такое же синее. Ворчание прибоя и горы всегда обалденно красивые. И там исчезают куда-то тоска и хандра и бессилие. Поехали в Крым, на белый песок или серую гальку, неважно, без разницы. Пусть море нас лечит, ласкает, играет, смеется и дразнится. И пусть навсегда в нашей памяти это блаженство останется. Поехали в Крым, я буду там петь под гитарой бубен, сонет про звезду мою. И я расскажу тебе сказку, которую там же придумаю. И чтоб не смеялась, я скорчу гримасу смешную, угрюмую. Поехали в Крым. Пускай это блаж или бред, и каприс или так заблуждение. Мы будем с тобой смаковать каждый час, каждый миг наслаждения. И это мое наваждение не подлежит обсуждению. Поехали в Крым. Поехали. Поехали. Первое впечатление, они самые яркие. А второй раз приезжаешь, ну да, хорошо, красиво. Алтай вот такое интересное место. Там были уже шесть раз, по-моему. Всякий раз оттуда не хочется уезжать. И всякий раз думаешь, что обязательно надо в следующий раз туда еще приехать. И вот он мне надоедает. Хотя мы тоже стараемся там в разные места ездить. Но даже вот если буквально там падает 2-3 дня, где-то там недалеко, главное-то заехать. Но все равно это место вошел. Ну, а вот с Пашей мы и с его женой Люсей мы ездили на машине так довольно далеко, по очень красивым, интересным местам. Охватили три реки. Катунь, Биря, ой, не Биря, это самое. Чуя. И Челушман. Ну, эта песня про Алтай. Не сомневайся, не болтай, А собирайся на Алтай, Посмотришь не издалека. Как там течет, Катунь, река. И даже если видел ты Немало в жизни красоты, Не полюбить не сможешь той, Что называется, Катунь. Катунь, Она тебя заворожит, Катунь. К себе притянет, как магнит, Катунь. Навеки сердце покорит твое. Катунь, Катунь, Она шумит и день, и ночь, Катунь, Красавица Алтая, дочь, Катунь, И не влюбиться нету сил в нее. А край по имени Алтай, Хранит немало разных тайн, И от любых душевных ран, Тебя излечит, как шаман. Если что с тобой не так, Или ты запутался, чудак, Не сомневайся, так и знай, Тебя вернет, тебе Алтай, Алтай, Своей волшебной красотой Алтай, Легко поделится с тобой Алтай, Подарит радость и покой Алтай. Алтай душистым медом опьянит Алтай, В ночи струною зазвенит Алтай, Любовью сердце одарит Алтай. Среди хребтов, лесов и скал Бежит красавица река, И как положена она, И своенравна и вольна, Бежит, играя бирюзой, Бежит, любует за собой, Переливаясь, как алмаз, Ты отвести не сможешь глаз. Катунь, она тебя заворожит, Катунь, к себе притянет, Как магнит, Катунь, На веки сердце покорит твое. Катунь, с названием звонким, Как струна Катунь, И ты поймешь, она одна Катунь, И будет трудно покидать ее. Катунь, та Телеву, И будет трудно покидать ее. То б remedies по правилам. Как будто камень, И будет трудно покидать ее. Катунь. Катунь 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 Насчет день рождения День рождения, как я сказал уже много Следующий день рождения, который как раз совпадает с Днем Космонавтики День рождения у нашего бессменного администратора Вики Она сейчас здесь И следующая песня Это одна из ее любимых песен Называется она «Давайте вернемся» Сейчас мы... Цель на для нее исполнение АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Валерий Курас 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 Следующая песня будет опять из иранской темы, просто для контраста, тоже давно не переложим. «Порвас джидэ» в переводе означает «Рейс на джиду». Рейс на джиду, значит, мы летали из Ирана, в Саудовскую Аравию. Джидэ – это аэропорт, от которого 40 километров до Мекки возили паломников. В общем, 40 километров они потом шли пешком, чтобы поклониться священному камню. Ну, в самом Иране, в общем, не только в Иране, в общем, в мусульманском мире такое священное, ну, вот это хадж, это действие, да, иногда целыми селениями собирали деньги для того, чтобы представители могли этот хадж совершить. Ну, и там, конечно, такой праздник, наши демонстрации коммунистически отдыхали по сравнению с тем, что там творится, вот когда людей провожали на хадж, ну, и встречали тоже. Это можно долго рассказывать, я тогда не успею вложиться в программу. Нам в марте и апреле Не поболеть, не поболеть с похмелья, и будет киснуть зелье, но то не наша блажь, нам в марте и апреле почти не до веселья, ведь, как лосось на нерест, паломник прет на хадж, порвать жаде. Зачитанный Коран и под крылом, зарезанный баран, порвать жаде, ликует весь Иран, и нам пора. И валят косяками на джиду ее крафты, и, может, был неправ ты, усмешку затаив, когда летишь на джиду, не упускай из виду, что там такой персидский по трассе есть залив, порвать жаде, цари Тегеран, порвать жаде. Ах вас, Абадан, порвать жаде, мечта всех мусульман из разных стран. Затарившись товаром, чтоб дома сдать с наваром, чтоб хадж прошел недаром, летят они назад, цветами их встречают, целуют и качают, хаджами величают, почти богатворят, порвать жаде. Особая статья, алейкум, ассалам, Саудия, и не забудет, кто летал хоть раз, жаде, порвать жаде. Почти не вынимая себя из самолета, на время забываем про прочие дела, и только успеваем, просоленные потом, стирать свои сорочки и бренные тела. Почти не вынимая себя из самолета, порвать жаде, горячая пора, порвать жаде, с утра и до утра, порвать жаде, сегодня и вчера, и завтра, порвать жаде. Зачитанный Коран под крылом, зарезанный баран, порвать жаде, ликует весь ран, и нам баран. Я просто когда сочинял, еще не знал тонкости веры, поэтому, но тем не менее, зачитанный, значит, все равно зачитанный, перечитанный. Будем считать, что не бедодыр, а наизусть вот так. Следующий человек, у которого день рождения в апреле, вчера, я буквально знал, вчера был в день рождения у Ильи Конникова. Дедушка Ленин. Дедушка Ленин сегодня. А у Ильи Конникова день рождения был вчера. А вот Илья Конников – это автор стихов, на которые я написал, написал, сочинил песню «Маленькие русские селения». Илья работает директором посадочной площадки Лопшинга, он там и метео, и диспетчер, и следит за состоянием этого летного поля. Но он еще потомственный авиатор, у него там вся родня летала, ну, сам он, наверное, не летал, но тем не менее. Очень авиационный человек, ну и кроме того, он еще очень талантливый человек. Он член Союза писателей, он делает видеочерки, он пишет замечательные стихи. Вот мне Паша Техник прислал по интернету его стихи, я сразу только увидел, сразу взял гитару и спел. Я об этом уже много раз говорил, но просто есть люди, которые не слышали, поэтому я специально для вас повторяю. Значит, стихи Илья Конникова. Я вчера, да, вчера или сегодня даже утром поздравил от семьи всей группы с днем рождения. С вашего разрешения. Рыжая до пояса трава Мелкий березня среди покосов В огородах жалкая ботва Черная от утренних морозов А за нею горбятся дома У свинцовых волн под небом мрачным Скоро-скоро станет тут зима Щели пухом забивать гагачьим Я рубцовским памятным стихом Встретил потемневшие избушки Моем двоим вновь качнул крылом И опять на луг аэродром Вышли деревенские старушки Увязали накрепко в кульки В свой гостиниц рыбу да морожку Машут самолету, сняв платки Крестят пассажиров на дорожку Молодость, наверное, не поймет Сколько в этих проводах печали Расстаются с внуками ногой А в глазах вопрос не навсегда Пью с янтарной ягодой Волчай, что мизенским солнцем обогрета Ты, деревня, ошибка Не скучай, прилетим на будущее лето Вот и стали ночи посветлей Звезд высоких радостней горенья Защити, спаси, звезда полей Маленькие русские селенья Защити, спаси, звезда полей Маленькие русские селенья Волчай, навсегда Восхии Спасибо Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А в небе дождик морозит От самолета тень скользит Облака, по облакам А в небе дождик морозит От самолета тень скользит Облака, по облакам Я был за третий от земель Я пролетал через метель Но снова дань отдав далеким городам Я так люблю лететь домой Чтоб снова встретиться с тобой Облака, по облакам Я так люблю лететь домой Чтоб снова встретиться с тобой Облака, по облакам Мне в этой жизни повезло И стороной обходит зло И мой маршрут по замечательным местам И благодарен я судьбе Что вновь несет меня к тебе По облакам По облакам И благодарен я судьбе, что вновь несет меня к тебе облака Облака И благодарен я судьбе, что вновь несет меня к тебе облака 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 Спасибо.